Здравствуйте, меня зовут Никита Александрович, и сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме как виды химической связи. Собственно говоря, нам это полезно не только для того, чтобы решить задание, где нужно выбрать вещества с определенным типом химической связи, но и в целом нужно для понимания свойств вещества, потому что, как мы все знаем, свойство вещества, конечно же, напрямую зависит от его строения. А, собственно говоря, основной момент, касающийся строения, чем вещества будут отличаться друг от друга, это прежде всего, конечно же, вид связи. От того, какой связью образованное вещество будет зависеть, и какое будет это вещество строение, молекулярное или немолекулярное в смысле, будет зависеть, какой тип кристаллической решетки для него характерен. А, естественно, тип кристаллической решетки будет играть физические свойства. Поэтому, конечно, очень хорошо, если мы, глядя на формулу вещества, сможем понять, каким типом связи оно образовано. И более того, будет также хорошо, если мы будем знать, каким именно образом эти самые химические связи возникают. Но вначале, наверное, стоит дать определение и попробовать разобраться, что вообще такое химическая связь. Собственно говоря, химическая связь – это как раз-таки взаимодействие между атомами, которое обуславливает устойчивость молекулы или кристалла как целого. Почему кристалла? Потому что, как мы уже поняли, не все вещества бывают молекулярного строения. Мы привыкли говорить, что вещества состоят из молекул, но на самом деле далеко не все. Например, как правило, соли – это вещества ионного строения, которые состоят из ионов. А ионы, естественно, образуют связи не парами, а сразу большим количеством, образуя, собственно говоря, эти самые кристаллы. Ну и, в общем-то, понятно, что для многих веществ, для металлов, такое понятие, как молекула, тоже неприменимо. Поскольку это вещества не молекулярного строения. Логично. В любом случае, каким бы образом ни было у нас обусловлено это взаимодействие атомов, оно все равно происходит именно за счет электронов. Именно от электронов будет зависеть, как образуются химические связи, какие они будут. И именно поэтому, для того, чтобы говорить о химической связи, нам, конечно, важно помнить про электронное строение атома. В зависимости от того, что это за атом, металл или не металл, сколько у него электронов на внешнем слое, а если мы еще и знаем, спаренные или не спаренные, вообще будет круто. Мы будем понимать, как именно образовались связи. Какие они будут прочные или непрочные, какая у них будет кратность и так далее. Но это все, правда, нас ждет чуть позже. Пока что нам бы хотя бы научиться определять тип химической связи. Ну и, в принципе, выделяют четыре основных типа химической связи. Именно те, которыми образуются вещества. Бывают еще связи между молекулами разные. Возникают, например, водородные. Но сегодня мы про это не говорим. Мы говорим сегодня про то, что связи бывают металлические. Бывают связи ионные. И, собственно, связи также могут быть ковалентные. Причем ковалентные тоже делят на две маленькие группы. Ковалентные связи могут быть как полярные, так и неполярные. Собственно, вот, они здесь все перечислены. Наша самая задача – это научиться по буквально формуле вещества определять, каким типом связи образовано то или иное соединение. Давайте поговорим про каждый из этих четырех типов по отдельности более подробно. Начиная, собственно, с металлической связи. Металлическая связь возникает, несложно догадаться, в металлах. И возникает она довольно интересным образом. Она появляется за счет свободных электронов, которые в металлах обязательно присутствуют. Встретим и такой тип связи только в простых веществах металлов и больше нигде. Поэтому ошибиться с металлической связью довольно-таки сложно. Здесь, конечно, надо сказать о том, откуда в металлах берутся свободные, относительно свободные электроны, конечно. Не будут полностью свободными, но тем не менее. Все дело в том, что, как вы, наверное, знаете, простые вещества металла состоят из атомов, простых, собственно говоря, веществ, ну, из атомов элементов металлов. И абсолютно все металлы проявляют металлические свойства. То есть для них характерно электроны отдавать. Однако, если мы попадаем в простое вещество металл, то в нем сплошь и рядом атомы, каждый из которых хочет электроны отдать, и ни один из них принимать электроны не будет. Что для металлов это не характерно. Никакого не металла здесь нет, которым можно было бы эти электроны передать. Есть только металлы. Все хотят от них избавиться, но никому они больше не нужны. Такая трагичная история. Поэтому металлы будут, атомы металлов будут просто отдавать электроны вот куда-то в свободное пространство между атомами. Они им не нужны, их никто не берет, и они отправляют их в относительно свободный полет. Поэтому в металлах обязательно будут присутствовать катионы металлов, атомы металлов и относительно свободные электроны. Эти электроны, естественно, не статичны, они движутся, они движутся хаотично в каком-то направлении, и рано или поздно эти электроны натыкаются на какой-то катион металла, который уже раньше свой электрон кому-то сбагрил. Этот электрон будет вновь присоединяться к катиону, и мы будем снова получать атом. Так что в металле активно все кипит и бурлит. Электроны движутся, атомы отдают электроны, снова принимают электроны. В общем, при этом все время какое-то количество постоянное, свободных, относительно никакому конкретному атому металлу, не принадлежащих электронам, всегда присутствует. И именно это обуславливает такие свойства металлов, как, например, электропроводность. Если у нас с одной стороны металла будет положительный заряд, а с другой отрицательный, электроны начнут двигаться от минуса к плюсу, и у нас возникнет электрический ток. Ну, это, в общем, одно из свойств металлов. Понятно, что другие, например, ковкость, тоже будет обусловлена такой кристаллической решеткой. Здесь, в принципе, нет зачастую какой-то четкой жесткой структуры, что каждый определенный атом должен находиться на своем месте, иначе все разрушится. Даже если один слой атома сместится относительно другого, это мало на что повлияет. Вот такая она металлическая связь. Ионная связь – совершенно другая история. Ионная связь будет возникать между элементом металлом и неметаллом за счет того, что один элемент, тот, который, естественно, металл, которому электрон не очень нужен, отдает электрон другому неметаллу, который как раз электроны принимать любят. Собственно говоря, по сути, сам механизм, когда электрон целиком и полностью от одного элемента переходит в распоряжение другого, называется сложным словосочетанием донорно-акцепторный механизм. Но, опять-таки, нам с вами не так уж важно его помнить. Мы будем говорить подробнее про донорно-акцепторный механизм уже в старших классах. Пока что нам достаточно понимать, что сама по себе ионная связь обрадуется за счет того, что один элемент передает электрон другому. Как правило, металл передает неметаллу. При этом, естественно, элемент, который электрон отдал, становится катионом, положительно заряженным ионом. А элемент, который этот электрон принял, становится анионом, отрицательно заряженным ионом. И, конечно же, ионы, у которых разные заряды у одного положительного, у другого отрицательного, друг к другу начинают притягиваться. За счет электростатического взаимодействия это просто физика. Естественно, если бы у нас было всего лишь два а ион 1, ион натрия 1, ион хлора, притяжение между ними было бы не очень сильное. И, скорее всего, никакого устойчивого структура бы не образовалось. Но поскольку по факту у нас не два иона образуются, а на самом деле гораздо большее количество, и в кристалле хлорида натрия 1 катион натрия будет окружать целых 8 ионов хлора, суммарно этот заряд получается достаточно ощутимым. И как конструктор, так и возникает ионный кристалл. Естественно, те ионы, которые находятся в самой середине этого кристалла, находятся там прочнее всего, те, которые с краю, они уже не так сильно окружены, и проще, в общем-то, выбивать из этой кристаллической решетки. Но это уже, в общем, тоже детали. Так или иначе, всегда, когда у нас образуют связи атома металла и неметалла, между ними связь будет ионна. И, кстати говоря, еще отдельная история, это катион аммония. Катион аммония, поскольку это катион с положительным зарядом, где связь тоже образована по донорно-акцепторному механизму, потому что связь образуется в катионе аммонии между четвертым атомом водорода и азотом за счет электронной пары азота. Дальше этот катион аммония, хоть он и не является сам по себе металлом, тоже будет образовывать связь ионную. Сам по себе катион аммония, он вообще по своим свойствам, по своим параметрам, очень напоминает катион калия. А именно поэтому и все соли аммония практически растворимы, потому что по размерам он примерно такой же по своему действию. Поэтому если мы видим металл, связанный с неметаллом, либо катион аммония, связанный с каким-то еще кислотным остатком, мы сразу можем быть уверены, что связь в этом соединении ионная. Другая история – это ковалентная связь. В ковалентной связи все происходит совершенно не так. Никто никому электроны не передает, никаких положительных целых сорядов, как в ионной связи, не возникает. Здесь механизм самообразования будет обменным. И возникает такая связь между элементами, у которых очень небольшая разница в электроотрицательности. По сути, это должны быть элементы не металла, чаще всего. Теоретически, конечно, ковалентная связь может быть достигнута и в соединении металла с неметаллом. Но, как правило, в школе такие промежуточные случаи особенно не рассматриваются, чтобы вас же не путать лишний раз. И рассматриваются ситуации крайние, когда у нас уж металл, так металл какой-нибудь натрий, и не металл, так не металл, какой-нибудь хлор. Тогда, очевидно, связь ионная. Либо, когда у нас два неметалла, не знаю, водород и хлор, вопроса тоже не возникает, связь будет ковалент. Соответственно, в ковалентной связи у нас всегда электроны, которых не достает атом неметаллов до полного завершения внешней своей оболочки, внешнего электронного слоя. Эти электроны будут обобщисляться, объединяться, и этим будет достигаться то состояние, к которому неметаллы стремятся. На словах это довольно звучит так не очень, наверное, понятно. Давайте посмотрим немножечко на картинку. Но сначала проведем четкую разницу между неполярной и полярной связью. Почему делаются разницы, и почему мы про это говорим? Дело в том, что ковалентная связь, что полярная, что неполярная, в любом случае образуется между неметаллами. И в любом случае образуется за счет того, что будут появляться общие электроны. Это справедливо и для той, и для другой. Разница ли в том, что если ковалентная полярная связь возникает между атомами разных неметаллов, атомами неметаллов с разной электроотрицательностью, то ковалентная неполярная будет возникать между атомами неметаллов с одинаковой электроотрицательностью, получается, в простых веществах неметаллах. Откуда берется эта полярная, за счет чего она возникает, и чем она отличается от ионной связи, тоже сейчас поговорим. Но начнем по порядку. Если связь ковалентная и неполярная, что мы имеем? Мы имеем атом неметалла. Ему, ну тут допустим у нас водород, ему недостают одного электрона для того, чтобы полностью заполнить свой внешний слой. Если это другой не металл, ему какого-то другого количества не достаёт, но всё равно не достаёт какого-то количества электронов. У другого атома, этого же элемента, та же самая проблема. Ему недостают такого же количества. Для того, чтобы достигнуть полного завершения внешнего слоя, эти два элемента, эти два атома будут эти электроны объединять. Вот как здесь показано. У одного водорода был один электрон, у второго водорода был один электрон. Каждому не хватало по одному. Они взяли свои электроны и объединили в общую пару. И теперь у каждого из них стало по два электрона. Но они, правда, общие. За счет этого и держится связь. Если атомы снова разойдутся, им придется снова делить имущество. Чего им совершенно не хочется. В складчину им гораздо проще выживать. С ковалентной полярной связью ситуация будет очень-очень и очень похожа. Собственно, да, вот, всякие картиночки, чтобы это лучше запомнить. Когда у нас элементы одни и те же, электронная пара в ковалентной неполярной связи будет находиться строго между двумя атомами одного и того же элемента, не металла. Поэтому и полярности нет, такие молекулы не заряжены. А вот в ковалентной полярной уже будут заряжены. Почему? Потому что принцип тот же. Вот, например, H-хлор. У водорода один электрон, у хлора их семь. И тому и другому не хватает одного электрона, чтобы полностью завершить внешний уровень. Каждый из них отдает один электрон на образование общей пары. И мы получаем молекулу H-хлор, в которой будет два электрона общих. Будет общая электронная пара. Общая пара. Общие два электроны, которые одновременно принадлежат и водороду, и хлору. Тогда и у водорода будет электронов два, и у хлора электронов будет восемь. И вроде бы все то же самое, но хлор более сильный, не металл, чем водород. У него более ярко выражены неметаллические свойства. У него больше электроотрицательность. Поэтому хлор притягивает к себе электроны гораздо сильнее, чем водород. И общая пара, которая будет в молекуле H-хлора, будет сдвигаться в сторону хлора. За счет этого в молекуле, которая образована ковалентной полярной связью, будут возникать небольшие заряды. Это не то же самое, что заряды ионной связи. Там заряды полные. У натрия, в хлориде натрия прямо плюс, а у хлора прямо минус-минус, как заряд электрона. В случае с H-хлор на водороде тоже будет небольшой положительный заряд. И на хлоре будет небольшой отрицательный заряд. Но у него уже будет меньше, чем полный заряд ионов. Поэтому ковалентная полярная связь это промежуточное состояние между связью ковалентной и ионной. Вроде бы как и пара общая есть, но в то же время вроде как она к одному из двух элементов смещается. Вот в общем-то что из себя представляет ковалентная полярная связь. Найти ее легко. Два разных неметалла вместе, значит связь между ними ковалентная полярная. Собственно говоря, на этом и все, что я сегодня хотел рассказать вам о типах химической связи. Большое спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.